К нашему эфиру присоединяется Сергей Жирнов, бывший советский офицер КГБ, журналист, специалист по международным отношениям, писатель. Сергей, здравствуйте. Рады вас видеть. Добрый вечер, коллеги. Очень рад и привет всем нашим зрителям. Ну, как писателя, хочется вас поздравить. Я знаю, что на прошлой неделе одна из ваших книг была переведена на албанский язык. Не многие могут похвастаться таким распространением своих тиражей. Примите наше поздравление. Сергей, относительно Роскосмоса, ну, похоже, до Путина его комарильи дошло, да, что главной задачей, которую выполнял Роскосмос десятилетие, это была прорисовка мультфильмов о страшных сарматах, кинжалах и так далее, и вешание лапши на уши. Как вы считаете, началась ли уже по полной эта охота на ведьм в Российской Федерации? Только ли Фролов сменит костюм на тюремную робу? И почему удается пока Сухим из Войды выйти Рогозину, который деньги этого Роскосмоса очень много лет успешно пилил? Вот ответ, кстати, именно надо смотреть за Рогозина. Вот как только начнут сажать Рогозина, вот тогда можно будет говорить, что началась реальная посадка тех специалистов, которые разворовывали эти деньги. В вашем репортаже очень правильно все сказали, что там, кстати, подсадили уже, там не только последствия находятся первые когорты строителей Роскосмоса. Практически все те, кто руководили этим подразделением, они так или иначе либо сидят, либо сядут в ближайшее время. Но когда в прошлом году, в июле месяце, Путин освободил Рогозина от должности председателя Роскосмоса, директора Роскосмоса, генерального директора, он его не посадил, Рогозин не попал в последствия. Рогозина просто сослали, как бы его сослали в никуда, причем ему не дали никакую должность. Он по этому поводу очень сильно горевал, и в конце концов в этом году ему удалось все-таки пристроиться к депутатам от так называемой Запорожской области, захваченной Российской Федерацией. То есть на самом деле, как видите, он показал свою непотопляемость и показал, что его, и теперь у него, кстати, депутатская неприкосновенность в этом смысле, потому что он попал в Совет Федерации. И, в общем, в Совете Федерации, кстати, он может чуть не пожизненно теперь сидеть. Так что я так думаю, что Путин его не посадил, потому что, с одной стороны, я думаю, Рогозин очень хорошо делился со всеми людьми, которые курировали правоохранительные органы. Вот, с одной стороны. И, с другой стороны, Рогозин все-таки знает очень много секретов, потому что до этой должности он был представителем Российской Федерации при НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. А это значит, что он, в принципе, знает какие-то очень серьезные военные секреты. У него, может быть, даже остались какие-то связи в НАТО, и поэтому Путин им все-таки дорожит. И он его, хотя и продержал в такой ссылке, не назначая никуда, но все-таки позволил ему, так сказать, стать депутатом Совета Федерации. — Хочу спросить о другом негодяе, только уже информационном. Антон Красовский, пропагандист, который, при том, что сам не раз, кстати, говорил, что является представителем ЛГБТ, призывает всех представителей ЛГБТ уничтожать. В том числе, кстати, украинских детей тоже призывает к расправе над ними. Не будем в эфире даже произносить, каким методом. И вот позавчера было сообщение о том, что он якобы отравлен. Он об этом сам написал в своем телеграм-канале, писала об этом там и Маргарита Симоньян. Вроде как выжил, но было найдено, по информации СМИ, тело его друга Алексея Черных, тоже актер, 40-летний, и он умер от инфаркта в квартире Красовского. Что вам известно об этом и кто мог взяться за Красовского, если это, конечно, не ситуация? — Ну, во-первых, мне известно то же самое, что известно вам, потому что у меня глаза другие и голова другая. Поскольку я бывший чекист, как бы по этому поводу, когда происходят какие-то детективные истории, я на них смотрю гораздо более цинично и гораздо профессионально только с этой точки зрения. Ну, во-первых, вы назвали его другом, да, не друг, а сожитель, так сказать, гомосексуальный сожитель Красовского, найден был в его квартире. Поэтому, кстати, Следственный комитет должен был завести дело уголовное на всякий случай, да, неизвестно, отчего он там погиб. И, возможно, это просто Красовский сам его отравил, а себе сделал алиби, значит, что он тоже вроде как отравленный. Такое, кстати, в гей-сообществе довольно нередко бывает. Вот. И вообще, если бы это произошло, ну, я не знаю, там, в июле месяце или там в августе месяце, то я бы тогда вот серьезно рассматривал, кстати, версию об отравлении, в которой могли участвовать украинские спецслужбы. Это происходило в конце декабря, накануне там Рождества, Нового года, и поэтому, на самом деле, в этом смысле надо сначала рассматривать бытовую версию. То есть, грубо говоря, ребята ширанулись чем-нибудь там, я не знаю, бояршника какого-нибудь там паленого напились или какого-нибудь там наркотика нанюхались. И потом у одного, значит, передозировка, а другой выжил и вот теперь, значит, делает вид и представляет себя некой жертвой злобных украинцев, которые там до него добрались. То есть, на самом деле, я так думаю, что он сообразил, что, в общем, оказавшись в реанимации, это дает ему возможность стать таким неким героем каким-то там в Российской Федерации, на которого покушается аж целая там спецслужба Украины. Но все может оказаться банальным просто разборкой в гей-сообществе или просто, я не знаю, там, передозировкой и там наркоманов каких-то или алкашей там, я не знаю, с российской старой болезнью, которая называется перепел. Ну, кстати, одна из версий это то, что у него передозировка наркотиками, которые он принимал на этой голой вечеринке Ивлеевой, которая до сих пор, в общем-то, не уходит из информационного поля. В каком настроении российские пропагандисты? Смерть Киева, непонятно, что с Красовским. Понятно же, что Симоньян, Скобеева и Ижи с ними, они в первую очередь верят в демонические украинские спецслужбы. Да, они, конечно, очень сильно боятся. Это очень хорошо, кстати, это надо раздувать, помогать им, говорить, что да-да-да, до всех доберутся. Ну, Симоньян, естественно, является абсолютно законной военной целью, потому что она, в общем, такая патентованная Миледи де Винтер, у которой на плече, значит, Путиным поставлена соответствующая печать. И, в общем, кроме этого места, там больше уже места нету, где ей ставить эти печати. Поэтому, конечно, они все очень сильно боятся, но стараются все-таки не унывать, потому что им платят огромные деньги. И поэтому кто захочет отказываться от таких денег даже под страхом смерти? — Хотим поговорить с вами об непонятном перемещении Алексея Навального, которого нашли в исправительной колонии номер 3. Это находится очень далеко, на Ямале. Поселок Харп. Как многие говорят, добраться туда, ну, даже прямым, ну, не то, что прямым сообщением, а наземным транспортом невозможно. Нужно перелетать, переплывать для того, чтобы, ну, короче говоря, Алькарас, да, только по-российски. С чем связано такое перемещение лидера РБК, как вы думаете? И, ну, вот почему они запроторили его аж туда? Ведь, я так понимаю, что даже свидание теперь с ним будет сделать крайне сложно. — Ну, вы сказали непонятным перемещением. Мне как раз здесь было понятно с самого начала это перемещение, потому что это как раз шито все белыми нитками. Если вы посмотрите всю историю взаимоотношения Путина с Навальным, Путин воспринимает Навального как самого главного оппозиционера политического. Кстати, Путин и сделал из Навального главного оппозиционера именно тем, что он его регулярно посаживал. И если вы посмотрите всю историю, то накануне любого, любых президентских выборов в декабре месяце Навальный оказывался в тюрьме. Просто в начале своей карьеры он оказывался по каким-то административным делам. Его посаживали там на 15 суток, потом еще раз на 15 суток. И все это делалось ровно на тот период, когда Навальный должен был подавать документы для, так сказать, кандидатуры в президенты Российской Федерации. Как только эта процедура заканчивалась, как только этот срок выходил, по-моему, по закону он где-то там до конца декабря, то Навального выпускали. Кстати, вместе с Навальным точно так же Путин сажал Лимонова и сажал, я не знаю, Удальцова, каких-то оппозиционеров, которые могли претендовать на эту замечательную роль его оппозиционеров в президентской гонке. И у Навального все абсолютно прозрачно, абсолютно белыми нитками, потому что 7 декабря Навальный организовал первую акцию, огромную с помощью своих сторонников, будучи даже в тюрьме. И, кстати, я вам всегда говорил в наших интервью, особенно Алексею, с которым мы регулярно делаем интервью, что Навальный даже в тюрьме остается самым главным политическим оппонентом Путина. Точно так же, как Пригожин даже мертвый все равно остается тенью отца Гамлета и будет Путину, значит, на мозги капать до конца его жизни. Вот Навальный 7 декабря организовал большую-большую акцию, где развесили бильборды, где развесили какие-то листовки по всей России. И Путин, кстати, в ответ на это дело сделал две вещи. Первое, сделал так, что исчез Навальный. И второе, это он 8 декабря объявил о том, что он идет на выборы, не стал дожидаться прямой линии, как это было запланировано у Кириенко, значит, по плану, так сказать. У Путина опять все пошло не по плану. Но Навальный исчез. И я, кстати, вот начиная с 8 декабря вам говорил, что Навальный появится, как только закончится срок подачи заявок в качестве кандидатов на выборы. Вы можете мне возразить и спросить, ну, Навальный же осужден, у него, в принципе, нет права участвовать в президентских выборах, потому что уголовный срок поражает в политических правах, и Навальный поражен в политических правах, он не может быть кандидатом. И это правильно. Действительно, это формально юридическая такая вещь есть. Но это не мешает Навальному подать документы. То есть на этой подаче документов тогда ЦИК должен будет ему отказать и сказать, что вот поскольку у вас есть непогашенная судимость, вы не можете быть кандидатом. А Навальный тогда может подать апелляцию в Верховный суд. И получается такая, значит, юридическая катавасия, которая будет длиться несколько недель. И во время этой катавасии Навальный все равно становится, так сказать, публичной фигурой, которая в публичном пространстве для Путина создает огромное количество проблем. Вот чтобы всего этого не состоялось, Навального просто закрыли. Его пустили по пересылкам, его пустили, значит, неизвестно куда. В нарушении, кстати, всех уголовно-процессуального кодекса и всех уложений в СИН и так далее. Потому что когда Песков, кстати, врал перед камерами, ну, ему платят за плату за то, что он врал. И он говорил, что Российская Федерация, там Кремль не отслеживает каждого заключенного, что на самом деле абсолютная ерунда. В наше время все компьютеризировано, и любой заключенный всегда может сказать, где находится заключенный в определенный момент времени. То есть Навального просто убирали сначала с глаз божьих, чтобы он, не дай бог, не повторил какую-то акцию раз. И самое главное, не подал документы. Вот то, что сделал Гиркин, кстати, из СИЗО Лефортова, да, потому что Гиркин тоже сидит в СИЗО Лефортова. Но у него, кстати, есть гораздо больше прав в этом смысле по сравнению с Навальным, потому что Гиркин еще не осужден. То есть действует презумпция невиновности, он невиновный гражданин, он находится еще под следствием. Да, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но тем не менее он не поражен в политических правах. Он абсолютно может легально подавать все эти документы. Другое дело, что ему мешают, там, вот, там, нотариус какой-то не появляется на заседаниях его инициативной группы и так далее. И плюс Навального, как вы правильно сказали, его загнали туда, куда Мазай не гонял, кого там не гонял, я уже не помню, Зайцев по поговорке, за Полярный круг. И это не просто очень далеко. Это, может быть, единственная колония в Российской Федерации, которая не оснащена интернетом постоянным, где нет системы, там, зоны, там, чего-то там, РУ, и где нет связи. Даже туда письма, по-моему, не доходят, там, тоже как-то очень-очень сложно получать письма. То есть, на самом деле, сделали все, чтобы его изолировать от общества, но под воздействием мирового сообщества, потому что весь мир начал задавать вопросы. И вот мне позвонили канадцы буквально на третий день исчезновения Навального, после них звонили японцы, после них звонили швейцарцы, после них звонили бельгийцы, потом французы. И, в общем, весь мир задавал вопросы, это только лично мне. А потом вы смотрели всю международную прессу, где New York Times, Washington Post, я не знаю, там, Wall Street Journal, писали, где Навальный, куда исчезли Навальный, убили его, не убили и так далее. И, в общем, вот под этим давлением публичным, возможно, было какое-то еще и не публичное. Возможно, какие-то министерства иностранных дел делали запросы напрямую, значит, либо Российской Федерации, либо даже международной организации, типа ООН, куда исчез Навальный. И Путину пришлось все-таки его легализовывать и сказать вот через три недели, что Навальный нашелся, что он находится в ИК-3, значит, вот за Полярным кругом. Но что это специфическая колония, в которой содержится очень специфический контингент, и куда добраться, ну, только белым медведям можно. Сергей, как вы думаете, все эти международные организации, они с таким рвением только ищут Навального или пытаются его все-таки освободить? Потому что складывается впечатление, что Путин поставил задачу о медленном убийстве Алексея Навального. Он не выходит из ШИЗО, а теперь уже дело дошло до ИК-3 этой, которую правозащитники называют самой жестокой тюрьмой на территории Российской Федерации. Да, я считаю, что Путин, конечно, его уморяет. Кстати, на самом деле это касается не только Навального. То есть вот Российская Федерация всегда говорит, что она ввела мораторий на смертную казнь, что я вот лично всегда критиковал. Я говорил, что на самом деле смертная казнь в российской тюрьме существует. Просто достаточно человека поместить в эти условия. И понятно, что он там подхватит либо СПИД, либо туберкулез, либо вот как Навальный там может лишиться здоровья. Но в этом смысле Навальный не дает Путину, кстати, карты, потому что у него получается какая-то очень сильная резистентность. И он там не очень сильно болеет. Он, в общем, пока что вполне себе прилично себя чувствует, несмотря на все эти абсолютно зверские условия. Да, но Путин его не может просто убить, потому что если он убьет Навального, то Навальный станет мартиром. То есть Навальный станет святым. То есть даже в глазах русской православной церкви. Потому что человека, которого преследуют и который, тем не менее, значит, не ломается, не идет на сделку с правосудием, не поддается на это преследование. Такого человека, кстати, его очень сильно уважают в уголовном мире. Потому что таких людей, ну, в общем, по пальцам пересчитать. И в этом смысле, и плюс Навальный очень известный человек, потому что понятно, что Путин его травил уже тогда вот в Омске-Томске, когда это было там в 20-м году, по-моему, да. И потом Навальный, когда вернулся в Российскую Федерацию, он, в общем, вернулся как Христос, который шел на Голгофу. Потому что он знал, что его ждет. Его отговаривали, кстати, все друзья, там, семья отговаривали. Потому что говорили, ну, оставайся в Германии. Его принимали, кстати, за границей на очень высоком уровне практически все действующие политики. То есть, на самом деле, он мог получить потенциально статус Тихановской, например, да. То есть, такого, ну, потенциального как бы президента в изгнании или самого главного оппозиционера в изгнании. Но Навальный как раз именно как политический деятель сказал, что мне такого не надо. Я должен вернуться в свою страну. И только из своей страны я буду заниматься политикой. Но он надеялся, на самом деле, мне кажется, что его известность, его все-таки охранит. И что Путин не решится делать то, что он потом сделал. Но Путин его тут же арестовал прямо в Шереметьево. И из Шереметьева Навальный пошел куда-то там по этапу. И дальше его осудили. Потом второй раз, потом третий раз и так далее. И в итоге у него набралось уже 19 лет заключения. Заключение суммарно по всем делам. Но, если вы заметили, ни одно из этих дел не является политическим. То есть, Путин не признает статус Навального как политического заключенного. И на самом деле ни у кого, ни за кем Путин не признает статуса политического заключенного. Всегда всем вменяются какие-то бытовые статьи. То есть, либо какая-то коммерция плохая, значит, либо какие-то грязные статьи. Ну, вот я не знаю, там Трепашкину подкинули патроны. Значит, и он пять лет отсидел за незаконное хранение оружия. Потому что этого достаточно в Российской Федерации. То есть, в этом смысле Путин на самом деле ни за кем не признает право быть оппозиционером. Даже за Пригожиным. Потому что вот все говорят, Путин такой диктатор. Но если бы Путин был бы Сталином, то Путин бы организовал Пригожину посадку. Значит, публичные процессы. И дальше там казнь какую-нибудь там повесил бы его или расстрелял бы, как Сталин бы. Путин этого ничего не сделал. Путин Пригожина взорвал. Потому что именно потому, что он не может признать даже таким человеком, как Пригожиным, политическое какое-то лицо. И вот Навальный в этом смысле, конечно, является абсолютным флагом. Таким вот самой яркой фигурой. И практически при жизни он стал уже мортиром, он стал уже полусвятым, который, значит, преследуется больше десяти лет Путином. Сергей, ну, получается, Путин боится не только Навального, но и абсолютно всех. Екатерина Дунцова, это депутат муниципальная из Ржева. Ржева тоже не допустили ее к сбору голосов. Не идет в этом году Зюганов, идет вместо него Харитонов, более такой ноунейм-коммунист, скажем так. Явлинский не идет. Хотя все время он был такой какой-то либеральной прокладкой, мол, вот смотрите, мы как бы за мир. Но зарегистрировали, например, экс-депутата Госдумы от Союза правых сил Бориса Надеждина. Вот, цитирую его. Он, значит, перекрестился и сказал, ну, в добрый путь. В каком смысле здесь имеется в виду в добрый путь? Он боится, что его просто ликвидируют после того, как он отработает? Или почему Путин не регистрирует никого, а дал зарегистрировать такого человека? Это будет для российского общества, по мнению Кремля, выглядеть реалистично? Почему такой сценарий? Ну, залезть в голову Путина, я давно отвечаю на все эти вопросы. Может, только хороший психиатр, а лучше даже консилиум, человек из 20, из всех стран мира. И тогда только мы поймем, что у него все происходит в голове, потому что он, в общем, давно-давно уже поехал. Он улетел куда-то в космос, у него своя собственная система координат. Вот, он, конечно, боится сейчас всех. И особенно он боится свежих фигур. То есть, он боится людей типа Гиркина даже, того же самого, да, потому что вот ему тоже не дают возможности там организоваться. Дунцова, потому что у него сразу резко пошел вверх рейтинг, потому что это новый человек, плюс она женщина, плюс она, в общем, мать троих детей. То есть, она, на самом деле, такая вот героиня абсолютно российская. И несмотря на то, что у нее, конечно, есть родовые пятна, потому что она тоже со своими СМИ там поддерживала и аннексию Крыма там, и чего только она не поддерживала. Но, тем не менее, понятно, что это абсолютно новый человек. Вот, зарегистрировали всех тех, кто приелся, и у кого нет абсолютно никаких возможностей по-настоящему, значит, противостоять Путину. Ну, хотя Борис Надеждин, кстати, вот я почитал его программу, и, на самом деле, она у него такая, боевая программа. Я, вообще-то, удивился, что его зарегистрировали, потому что у него такая, против войны, все, черным по белому. То есть, она у него такая, вот я под его программой мог подписаться. Но Надеждина, по-моему, зарегистрировали еще и потому, что все-таки за ним стоят какие-то либеральные круги, которые находятся вокруг Путина. Там, типа, Боря Титова, моего приятеля по МГИМО, миллиардера, и который является, там, омбудсменом в бизнесе. Вот, и каких-то людей, которые с Путиным когда-то начинали чего-то там, типа, там, Кудрина и так далее. И поэтому, вот, Борис Надеждин, по-моему, его, вот, в качестве такого, ну, святой коровы, зная, что, в принципе, он не наберет ничего значимого. Ну, Ксуцкий из ЛДПР вообще ничего из себя не представляет. Вот, так что, в этом смысле ничего не грозит Путину. Харитонов, который старше Путина, выглядит старше Путина, и в первом же интервью сказал, что Путин вообще замечательный президент. И когда его спросили, а чем вы лучше Путина, он, значит, замялся и не нашелся ничего ответить. Поэтому, ну, такого кандидата, ну, грех не завербовать, хотел сказать. Ну, вот, потому что они, конечно, все завербованы. То есть, на самом деле, Путин допустил всех тех, кто является, так сказать, официальной какой-то оппозицией. А вот новые имена для него, конечно, очень сильно представляют сильную опасность. И я всегда напоминаю, что 23-24 июня, на самом деле, нулевой цикл президентских выборов провел Евгений Пригожин и доказал, что у Путина нет ни одного человека, который выйдет за него, значит, защищать его на улицу против танков, против автоматов Калашникова. И ни один из миллионов членов партии, так называемой партии власти Единая Россия, не вышел его защищать, включая Медведева, который сбежал в Оман. Я процитирую вас же, Сергей, в июне 2023-го Пригожин провел первые в истории Российской Федерации честные праймерис. Возможно, они были и последние. То есть, действительно, народ показал, за кого бы он проголосовал и за кем бы он пошел. Ну что ж, спасибо вам за этот интересный разговор. Нашим зрителям я могу только рекомендовать подписаться на ваш YouTube-канал и смотреть нашу с вами совместную программу, о которой вы упомянули, «Тайны с Жирновым» на YouTube-канале «Униан». Сергей Жирнов, писатель, бывший советский офицер КГБ, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо вам за это. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.